Дорогие друзья, путешественники, приветствую всех на своем канале и предлагаю вашему вниманию показать, как выглядит погода во Вьетнаме в середине февраля. В общем-то, небо практически всегда ясное. Депло днем порядка 28-30 градусов, но есть вот одно но. Очень сильные ветра дуют в этот период. Дождей практически нету, так как, как вот я почитал по лопаде в интернете, большое количество информации, отзывов и так далее. Февраль является самым сухим месяцем в году во Вьетнаме, но есть вот небольшой недостаток, что дуют сильные ветра. Вот сейчас на самом деле утро в районе 9 часов и значит ветер не особо ощущается. Вы даже вот можете слышать, что он не должен значит как-то перебивать мой разговор, но все-таки вот волны они в море присутствуют как-никак. Где-то вот ближе к обеду ветер станет сильнее и волна еще больше усилится. В принципе, купаться можно в данный период, но очень так экстремально. Значит, в отелях спасатели не дают дальше, чем по колено зайти в море, но народ все-таки подальше уходит и я вот обращал внимание, что отдельные личности такие заплывают в море и пытаются там, значит, поплавать. Я сейчас, значит, в течение своего пребывания здесь периодически буду снимать каждый день. В правом нижнем углу вы можете видеть дату, когда это все происходит и сами убедитесь, основываясь на моем видео, какая все-таки реально погода в течение нескольких дней февраля будет во Вьетнаме. Нахожусь, значит, чуть южнее Ничанга. Там точно так же, такое же волнение. Я, значит, поеду в ту сторону и обязательно там, значит, сниму подобный ролик. Сейчас на подходе китайский Новый год. Китайцев очень много. И вот сейчас, в данный момент, мы можем наблюдать, как у них тут проходит приготовление, значит, свадебная церемония. Так, вот можно посмотреть, что, значит, раннее утро. Ветра практически нету. Пальмы, вот, судить по пальмам, да, значит, не шевелится нисколько. Ну, так, еле-еле, значит, что-то дует. А волнение в море при этом довольно-таки приличное. Вот, то есть, несмотря на отсутствие ветра, значит, волны все-таки есть. Даже вот ранним утром. Вода при этом в море теплая. Градуса 24 где-то. Плюс-минус тут один градус. И купаться довольно-таки комфортно, если вас не смущают волны. По поводу грязи в воде. Я ничего не обнаружил. Никаких бутылок, ничего. Ни разу мне на глаза ничто не попалось. Никаких водорослей я не видел. Никаких водорослей я не видел. И так, вот, значит, я выбрался, значит, на остров Вимперл. И посмотрите, какая здесь погода. Вот в этот же самый день. То есть, абсолютно спокойнейшее море. Я бы сказал бы, что здесь штиль. Вот, меня не хотят пускать туда на свободный пляж, потому что территория отеля, по всей видимости. Ну, ладно, не будем грубить. Вот, значит, море реально спокойное. То есть, купаться не хочу. Кардинально отличается от того, что вы только что видели. Ну, это здесь на острове. Там у самого Нячанга немножко все-таки волнения есть. Ну, а здесь просто шикарные условия. Так, вот, очередной день на море. Вы можете наблюдать своими глазами. С самого утра уже дует ветер. Такой достаточно сильный, я бы сказал. Вот, и, соответственно, волны тоже, в общем-то, приличные. Вот, несмотря на утро, народ спринцов есть, на море купается. И, я считаю, ведь этому особой помехой не является. Посмотрим, поменяется ли в другие дни погода. Будем за этим следить. Так, продолжаем снимать погодные условия на море. Значит, сегодня с самого утра все так же дует сильный ветер. Даже я попал сильнее, чем вчера. Получение вы можете видеть сами. Такое очень довольно-таки приличное. Особо купающихся я не вижу. И что-то я сомневаюсь, что к обеду или к вечеру этот ветер стихнет. Как показывает практика, этого не бывает в этот период времени. Местные пока почищают пляж. Немножко тут с моря мусора принесло. Досочки какие-то. Ну, это, в принципе, не критично. Вот так же можно видеть, что сегодня облачка принесло. Возможно, будет дождь. Несмотря на самый сухой месяц, февраль, это вполне вероятно. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, продолжаем снимать погодные условия в феврале. И вот сегодня 13-е число. И, как мы видим, погода все жестче и жестче декорадит. С утра уже такие густые облака висят в небе. Ветер ярко выраженный, присутствует. Волнение в море, как вы видите сами, очень большое. Даже солнце сквозь облака сейчас не проглядывает. И довольно-таки прохладненько так. Прохладненько на улице. На море тем более. И абсолютно нет никакого желания здесь находиться. Будем надеяться, что хотя бы к обеду это все рассосется. Облака раздуется. И можно будет хоть немножко позагорать. Ну и так, продолжаем, значит, смотреть погодные условия на побережье. Я уточню. Бухта эта называется Дай-Ибай. Пригород Камрани. Вот, очень большая бухта это значит. И в середине февраля, я так понимаю, что вот такое состояние моря, такое волнительное, это в порядке вещей. Вот, где-то ближе к марту это все должно устаканиться. А вот сейчас море каждый день почти вот такое бывает. Вот даже ночью были какие-то сильные волны. Вот можно видеть, да? Какие-то вот фрукты сюда вынесло на побережье. Небольшой, значит, мусор есть. Ну, это, в принципе, не страшно. Перед отелями очень тщательно все это прибирается. Граблями собирается весь мусор. И, в принципе, хорошо и комфортно. А волнение на море, я так понимаю, что в течение всего февраля вот такое и будет. Вот еще один кокос. Сегодня, в принципе, ветра нету. Как вы можете меня хорошо слышать. Довольно-таки очень комфортно находиться на море. Но сами волны этого не дают сделать. Ну, то есть, купаться, конечно, не очень комфортно. Очень такое экстремальное купание получится. Но это ничего страшного. Вода в море, кстати, примерно 24 градуса. Реально теплая. В море очень комфортно. Вечером, даже когда выходишь, значит, аж прохладненько. Теплее в море находиться, нежели вот на воздухе. И так, продолжаем снимать погоду, значит, во Вьетнаме в феврале. Вот нам попалась еще одна вьетнамская свадьба. Значит, молодожены с утра не теряют время. Фоткаются, молодцы. Ну, а мы, пожалуй, посмотрим, значит, что творится у нас на море. С самого утра все точно так же. Значит, ветра нету. Спокойно, значит, находиться, купаться на море. Просто, значит, очень комфортно. Небо сегодня, можно сказать, ясное. Облаков практически нету. С самого утра, значит, очень все хорошо. Вот, значит, где-то к вечеру подымается ветер. И не так комфортно. Волна усиливается. А с утра прелесть на самом деле. Эти волны я сильными не считаю. Если вы более-менее физически развиты, вам это не помеха. Я отдыхаю недалеко. Велико от аэропорта Камрань, как вы видите, взлетают периодически самолётики здесь. Велико от аэропорта Камрань, как вы видите, взлетают периодически самолётики здесь. Ну вот сегодня днём ветер особо не усилился и в принципе волнение в море такое терпимое. То есть оно всё-таки присутствует, без этого никак, но вот ветер не такой критичный, не такой сильный, как бывало до этого. И сегодня в течение дня можно очень хорошо и комфортно отдыхать на море. Также вашему вниманию предлагаю посмотреть видео отеля Свандор, в котором я остановился, с подробнейшим описанием. Также можете посмотреть его по ссылке снизу. Так, сегодня 16 февраля, значит, погода очень хорошая, ветра нету практически, небо ясное. Но Южно-Китайское море у побережья Вьетнама всё так же продолжает, значит, лихорадить. Ну, в принципе, это нисколько не смущает. На самом деле очень-таки комфортно находиться сейчас на море в ранний час. Приятно, значит, загорать. Кстати, отмечу, температура моря примерно где-то 24 градуса. Очень тепло, комфортно и нисколько, значит, каких-то проблем не доставляет. Я так понимаю, такое волнение для февраля, это нормальное, значит, нормальное явление. Бывает и гораздо хуже. Ну, на этом, пожалуй, буду заканчивать. Надеюсь, был полезен и информативен для вас. Кому понравилось видео, не забываем ставить лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. В будущем будет ещё много интересных видео. Всем пока-пока и удачного отдыха. Субтитры сделал DimaTorzok